Девушки отдыхают 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 к сочинению через призму искусства какого-то. Ты это делаешь от чистого сердца и с полной отдачей. И на выходе этот слушатель ощущает это. Он ощущает то, что ты отдаешь частичку себя в песню. Я знаю, что у вас вышел ваш дебютный видеоклип «Люмьер». Он буквально у нас уже начался транслироваться на М1. Он тоже был снят в Москве. Да. И тоже что-то там какая-то была случайная история. Да, получилось так. Мы просто репетировали себе. В понедельник репетировали. Да. Нам позвонили в среду быть в Москве. Представители Sony Music и сказали «Ребята, так и так. Мы вам передаем билеты на самолет. Вы должны такого-то числа быть в Москве. Такого-то числа вылетите обратно. Мы снимаем клип». Давай посмотрим клип. На вашу песню «Час пик». Но они знали. Они сказали, какая песня. Да, они сказали. Песня «Час пик». Вот. Мы сказали «Окей». Мы только за. На любую, да. Снимите, только снимите. Давайте сейчас посмотрим, что из этого всего получилось, а потом вы расскажете детали. Съемок, Москвы и все остальное. Пожалуйста, внимание на экран. Вы себя чувствуете? Отлично. Вообще. Ну, в принципе, я ждал этого момента и прокручивал долго в голове. То есть это была мечта, можно сказать, да? Да. Это старт. Старт. А вас начали уже с кем-то сравнивать? Потому что, я так понимаю, ваш клип уже рачируется хорошо в Москве, он уже стартовал в Украине, в интернете. Все равно же начинаются какие-то сравнения? Все равно. Всегда всех будут сравнивать. Вот. И причем не задумываясь даже, похожи, не похожи, а бы просто сказать, если честно. Да, есть категория людей, которые ощущают, что если я сейчас напишу какой-то комментарий ВКонтакте, то я покажу свой интеллект. По последнему этому комментарию сказали, что мы новое направление музыки. Няшка-рок. Няшка-рок. Это классно. Няшка-рок. Ми-ми-ми. Было глэм направление, есть такое, да? Няшка-рок у нас в Украине, в принципе. Не, ну я зашел потом на страничку этого. Мне просто было интересно, чем человек живет. А там, конечно, такой урок, что... Не, ну не следать, а жаляк, как бы, ну, каждому свое. Кто-то любит Стаса Михайлова, вот, и многие любят и уважают. Допустим, вот как моя мама. Она обожает его просто песни и говорит... Серьезно? Да, вот она говорит, я слушаю его песни и понимаю, что вот он в каждой песне как будто обо мне поет. И когда я там поступил на первый курс глиера в училище, я приезжаю домой и показываю ей треки Стива Ландера Брайана Макнайт и говорю, мама, посмотри, это же гениально. И она такая говорит, да, но это для меня очень сложно. И включая сейчас, там, петлюра и все дела. Да. Если музыка существует, каждая, она, значит, кому-то действительно нужна. Просто так не бывает. Как говорится, на каждого покупателя найдется свой товар. Вот, поэтому, в принципе, в музыке то же самое. Давайте вы сейчас сыграете вживую. Да, мы споем утреннюю песню. Я могу вам подыгрывать. Попросыпаться. Полетим. Вот, поэтому тот, кто сейчас пьет кофе... Пейте кофе. Да. И готед морген. Пейте кофе и готед морген. Твой день начинается с кофе С просмотра чужих новостей И в этом, конечно, ты трофей Сотни страниц и друзей Дальше ты любишь работу Она заполняет твой мозг И есть в этом городе кто-то Кого ты давно уже ждешь Полетим Летим над городами Ведь только ты и я И три минуты счастья Полетим Движение растворяет Ведь только ты и я И три минуты счастья Забавно, когда понимаешь Что кто-то летит на Бали А ты даже не представляешь Где эта часть земли Кого-то преследует пресса Кому-то цветы комплимент А мне в твоем только эспрессо Самый приятный момент Полетим Полетим Летим над городами И только ты и я И три минуты счастья Полетим Полетим Движение растворяет Не только ты и я И три минуты счастья Полетим Полетим Летим над городами Не только ты и я И три минуты счастья Полетим Движение растворяет Где только ты и я И три минуты счастья Это группа Люнгер Ребята, на самом деле мне эта песня напомнила какой-то гимн про нашу команду Гутен-Морген Ты любишь свою работу то она заполняет твой мозг. Это же хорошо. Так и должно быть. Очень приятная утренняя песенка. Спасибо большое. Я еще не прощаюсь, я пока хочу вам еще задать вопросы с контактом. Когда мы сказали, что у нас будет группа «Люньер», у нас начался сумасшедший ажиотаж. Мы буквально пару вопросов. Юлия Чемер спрашивает. Рома, если бы ты написал свою книгу, о чем бы она была? Какое бы название ты ей дал? Она была бы об ангелах. Мне очень интересно вот эта вот тема, тема реинкарнации. Это после Барбары у тебя такое началось? Скорее всего, да. Потому что ангел – это олицетворение чего-то чистого, олицетворение защиты и добра, и света. Следующий вопрос от Александра Евдокимовой. Какое самое чувство, сильное эмоцию вы испытывали? Ну, конечно, всегда, во все времена, самой сильной эмоцией является любовь. Сильнее ее ничего не придумали, ничего нет. Да, и даже утро можно любить, ребята. С нами с Гутен Морген можно любить утро. Я так понимаю, что с группой Люмьер можно проводить не одно интервью. С ними действительно есть о чем поговорить. Нужно нам немножко больше времени. Спасибо огромное, что вы сегодня со мной просыпались. Рома, Тарас и группа Люмьер. Я думаю, мы не последний раз с вами встречаемся. А Гутен Морген, конечно же, на этом не заканчивается. Просыпайтесь вместе с самой положительной программой нашего телевидения. До встречи!